Что нужно, чтобы двор стал уютнее, а жизнь радостнее? По мнению некоторых горожан, достаточно, чтобы 2-3 инициативных человека объединили всех жильцов общим делом. Два года тому назад у нас была избрана инициативная группа нашего поселка, в которую вошли представители, подростки, молодежь, пенсионеры, инвалиды по зрению, многодетные семьи. Всего у нас 39 человек. И вот мы стали обращаться в Думу с заявлениями о том, что нам нужно здесь создать на этом пустыре между третьими и пятыми домами комплекс спортивный и детский. По программе самоуправления на улице Чекуру появилась отличная площадка, где есть и спортивные тренажеры, и игровые элементы для малышей, и хорошее покрытие, которое защищает от травм. Но вот семейный праздник по случаю открытия площадок организовали сами жители. Теплые слова звучали в честь 12 многодетных семей, которые живут на этой улице. Мэра города Яни Салач-Плисца тоже пригласили на праздник. И он приехал с 12 пирогами, подарками для каждой семьи. Ему в ответ вручили сделанный местными хозяйками торт в виде детской площадки. Кулинарный шедевр оценили и дети, пришедшие на праздник. Мне очень приятно осознавать, что у нас в городе в этой весной сделана 21 новая площадка. Но, скажу честно, это одна из самых лучших. И очень приятно, что здесь собрались дети, есть взрослые. Я уверен, что она будет активно наполняться. И здесь люди будут проводить время и заниматься досугом хорошо вместе с детьми. И главное, чтобы эта площадка служила и служила долго. В тот же день окончания работ по благоустройству двора отмечали жители улицы Цесу. Они участвовали в проекте, начавшемся еще во время Большой Талоки. Собрали подписи, подали заявку на конкурс и получили профессиональную помощь ландшафтного архитектора и команды студентов. И здесь можно видеть, что очень красиво все получилось, потому что жители и сегодня, и в Лейла Сталка с днем тоже были очень активны. И до этого даже там собирались, обсуждали вся идея. Жильцы дома хотели разграничить место стоянки и зеленую зону. Это сделано с помощью деревянных столбиков, каната и декоративных кустов. Завершение проекта стало праздником для взрослых и детей. Зашли в каждую квартиру, рассказали, в чем состоит суть этого проекта и почему необходимо участвовать. И когда через две недели объявили результаты и мы победили, и нужно было собрать снова собрание, на это собрание уже пришло гораздо больше людей. Люди поверили в то, что оказывается можно. Ну и в сам субботник вышло гораздо больше людей, которые участвовали, работали, и это сближает жителей. Когда-то во дворе посадили несколько саженцев черенухи. Сейчас это прекрасный тенистый уголок. Пройдет время, и саженцы необычных красных яблонь, гортензий и других растений сделают этот двор похожим на сад. И все благодаря энергии самих горожан. Продолжение следует...